ну вот интересует и всем задаем один и тот же вопрос когда и при каких обстоятельствах вот ты попал сергея андреевича в студию в армии вот момент когда ты нашел эту студию как-то не попал поступал заочно в институт культуры на режиссерский на режиссера самодельного театра не хотел туда поступать но во время одного из визитов произведения документов познакомился с одним белорусом который поставил муху цокотуху и который очень хотел поступать я ему решил помочь поступить в результате я поступил а он нет во время экзаменов я встретил валера александровича я приходил с большой кучей макетов потому что белорус был медведеподобным человеком мог таскать на себе эти макеты и вот валера александрович обратил внимание рассмотрев все что у меня меня окружало сказал давай есть театр студия сумасшедший приходи покажи покажись ну и я в сентябре месяце попал в полиграфический институт на сцену при графического института со всеми своими макетами пришел туда вместе со мной там казалось наверно человек 10 или 12 совершенно не помню кто там было так далее но все было страшно строго серьезно пришел такой человек не русской национальности очень прямо прямо спинный такой прям с какими-то манерами хорошими от него пахло хорошим табаком и так далее и мне кажется немножечко хорошим коньячком он был такой цепки смотрел прям схватывал тебя и так далее и мы стали показывать этюды и в конце этого вечера после всех этих мотарств с чтениями стихов прыганиями воплями страстями там еще с чем-то не объявили что вы в студии вот это была какая-то новая часть моей жизни я не понимал что это что такое студия то ли не знал вообще для меня это было много я пришел с улицы и сразу наткнулся на глыбу под названием сергей андреевич мелконян мне очень понравилось вот так я и погиб впечатление какие-то воспоминания от учебы в студии там же был какой-то период учебный да да конечно было как это происходило может быть какие-то интересные истории таких специальных история не помню были реальные занятия то есть мы занимались сценическим движением сценическим мастерством у нас была речь и надо мной скажем так много работами потому что я был к сцене не готовым человеком единстве что у меня было для сцены хорошего так это наверно глотка моя я любил петь песни громко но и как-то это стало вызывать все больше и больше внимания так далее но вот как к этому пению громко начали присобачивать правильные какие-то движения начал понимать что такое действие что такое конфликт контрапункт но сам мелконян это был завораживающий человек поджигал просто невозможно было такому там я мне было всего там 18 лет естественно увидеть вот прям такого человека который мог творить чудо прямо здесь потому что угадать зоология сергей андреевича было невозможно каждый раз когда он просил родить какое-нибудь решение в этиуде там или еще где-то его решение было круче я даже не припоминаю случая когда кто-нибудь из студийцев сделал бы круче чем мелконян но а мелконян когда он одобрял нечто да это мы студийцам приравнивали к тому что может мастер конечно его любили искренне любили восхищались им искренне и просто ждали следующего дня как сумасшедший вот эта первая стадия начала обучения она была самой яркой скажем так то есть у меня никаких сомнений в том что я занимаюсь театром и постигаю не было это был стопроцентно театр для меня это при том что никакого другого театра в своей жизни не видел и какого черта я поперся на режиссера самодеятельного театра в государственной суда культуры я не могу понять зачем это случилось значит это был по хронометражу это было все семьдесят пять семь шестой на когда это происходило полиграфический телефон 75 год все таки мы провели там совершенно недолго по моему пробыли там до нового года и потом была пауза наверно месяца полтора потому что не было площадки а потом мы сразу переехали на добрынинскую в клуб который был сделан в церкви и уже в этом клубе мы начали делать и короля орликина начали делать и начали делать леона потихонечку и начали какие-то первые наметки доходного места и эй кто-нибудь и альпийская баллада это все как бы вот прям в целой куче пошло альпийскую балладу у меня такое ощущение что восстанавливали эй кто-нибудь не знаю на нее пробовались все в конце концов почему-то остался я вот не знаю можно сказать единственная моя полноценная роль до черта знает я не знаю потому что все пробовались и так далее может они зная мелканян уже потом спустя много лет поскольку он просто занимался всю жизнь восстановлением одного и того же на новом уровне техническом скажем так утверждать что я был первым не могу сказать какие первые самые первые спектакли с которыми ты столкнулся орликин шут на троне он рождался при тебе конечно вот можешь рассказать об этом как он рождался из чего что погудел почему взяли этот материал может быть система обучения комедия для арта может быть еще что-то почему именно не знаю сам мелканин объяснял за тем что вахтангов интересовался этим материалом и так далее в этой причине он вахтангова там не пошел делал по моему таиров его это первоначальный материал по моему лотар австрийцы написал материала такая тема которая многократно там обыгрывалась связи с с властью систем какой должна быть власть как и как должна выиграть власть там какие мысли должны быть у этой власти и так далее для того времени это было ну чрезмерно что революционно власть была священной коровой и мир делился на власть на государство на мир в котором мы живем и на вражеские глаза скажем вражеские глаза говорили вещи отличные от тех которые были но как бы вот это существовало везде и любой мыслищий человек если он хотел в чем-то разбираться он был выжен был слушать две стороны и ту и эту а шут на троне черт его знает видимо мелканин захотел отразить вот вражеские голоса подобным образом почему это было нужно черт его знает но с другой стороны был какой-то такой политический ход то есть это было люди которые становились на эту позицию становились заметными это было вот я уже говорил что во многих видах искусства там были художники двадцатка там было много литературных каких-то объединений и так далее ну и какие-то театры которые возникали якобы сами по себе причем эти театры создавали вот и денежки с пессивцев там тот же самый мелканин люди которые прошли академическую школу какой-то причине вот они решили создать себе имя и имидж с помощью таких тем черт его знает для меня как для человека политика занимала десятое место мне нравилось играть мне нравилось сочинять то песни я привел туда своего друга пашу богуша мы с ним жили в одном городе и он был моим кумиром павел богуш потому что это еще до того как возникла популярная музыка советском союзе паша богуш уже имел 20 песен в этом стиле скажем так ну и мы с ним вместе оказались в этом клубе на добрынинской вы сочиняли до песни многие песни которые я слышал в шуте это большая часть песен с мелодического ряда была сделана паши богушу некоторые мелодические темы делал мелканин сам я писал текст я видел программку это было гораздо позже это после шута потому что андрей минаев появился на вене и он появился гораздо позже во время арлекина не было большой группы там была небольшая группа совсем небольшая группа совсем небольшое количество инструментов сам этот зал вмещал по 150 человек в нем было кстати превосходная акустика потому что это была церковь и там был куб над тобой от сцены место было очень прикольные вообще не стандартные нетрадиционные для этом и советского театра то есть ты оказывался в церкви где я показываю шут на троне да 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 я играл одну единственную роль монаха и варибода бариба бараба это я придумал я не знаю почему я это сделал вы так далее что-то с кефиром было еще связано тоже припоминаю это вообще делал случая рядом шла стройка и там ставили щиты от этой стройки естественно мы теснули пару счетов да но в те времена все крали вы поймите невозможно было то тряпки например мы пустили на костюмы занавески этого клуба если бы учитывали дизайн вот все было так сделал еще же не было и купить было не на что нужно мы же были деньги их не было значит кто-то приносил какие-то куски ткани там клей там все это грубо говоря тащилась отовсюду а декорации они были страшно тяжелые неудобные эти щиты это был забор скажем так сделано вот подобным образом очень неудобно я потом проклял все потому что частенько мне приходилось таскать эту ерунду союшку на себе но боря борис что он сделал борис ну борис был человеком с молотком и гвоздями то есть если гвозди отходили доски он их прибивал обратно если сергей андреевич говорил что-то светленькие у нас щиты какие-то но тут же находилась откуда-то морилка и борис там морил то есть назвать бурю там настоящим постановщиком невозможно я кстати был больше постановщик чем более потому что в моей жизни был такой момент я не хотел заниматься театром я сильно хотел заниматься кино и мы с мамой жили в балашихе мама работала врачом стоматологом стоял дом в котором была стоматологическая поликлиника а в следующем доме жил сейчас вы будете смеяться фильм цирк помните помните маленького негритяночка помните вот к тому времени он жил в соседнем доме и ему было 65 лет и он был этот негритон негр он уже не черный а синий фиолетовый такой он занимал очень большую должность на мосфильме в хозяйственной какой-то части и в результате моя мама делала ему зубы узнав что он работает на мосфильме она попросила его устроить меня он меня позвал и мы с мамой пришли у меня долго расспрашивал полтора часа я поверить не мог что говорю с черным человек и что этот черный человек отведет на мосфильм но в результате я мне было не было еще 18 лет было 17 лет меня приняли постановщиком с моя первая профессия была постановщик и когда меня привели такого щуплого маленького работа начиналась в 8 утра чтобы добраться до работы в 8 утра мне подходилось вставать в 5 утра то есть моя жизнь была испорчена с самого начала а когда я пришел в бригадиру постановщиков на мосфильме он сказал что мы тебя назначаем самую плохую зарплату ману самую маленькую 69 рублей но если ты хочешь получать 90 тебе соточку нужно забивать с одного удара это называлось третьим разрядом и так далее я сказал сколько времени вы даете выду как забьешь так мы тебя и переведем на третий разряд на 90 рублей через два месяца я забивал 10 соток с одного удара потом я спросил а что нужно делать чтобы получить следующий там самый следующий был 105 рублей заработная плата мне сказали надо год отработать ну я проклял все и начал работать но я единственное чего понял я видел как снимаются фильмы я застал смерть шукшина многих видел многих там людей известных то время я видел всю технологию вот этой работы я точно для себя решил что никогда ни при каких обстоятельствах я не буду заниматься кино никогда да поэтому когда речь заходила первых декорациях для орликина постановщиком скорее всего был я потому что я учил горе ставил обу руку так далее подсказывал струбцины как собирает то есть я знал конструкции еще что то но это такие вот общего общего характера то что горе был столер классный парень еще подобно он быстро все усвоил и пошел куда-то дальше потому что хозяйство театра разрасталась он становился больше и без такого человека невозможно было все это элементарно даже сохранить а ведь это надо было еще перевозить монтировать сталь на самое решение вот эти шермы которые там закрывались с одной стороны одно действие это уже это было было самого начала самого начала вообще орликин практически не менялся постановочное решение сергей андреевич сам и а часто нет это все его идеи не мелкань он был человеком который отвечал за эти спектакли от и до то есть мы были просто копии точными копиями мелкань он все показывал сказать что кто-то был самостоятельно чего-то там развивал это потом уже когда спектакль отыграли несколько десятков раз вдруг на базе вот этого этой конструкции скажем стали появляются какие-то вот там моменты праве сонные но не всегда удачно для импровизации нужен очень большой вкус и очень четкое понимание вот сверхзадач у мелкань она такая задача была каждый раз удивлялся скрипел зубами и говорил а вот так они могли ну почему вот так вот вы не могли вот так могли но невозможно было в наши мозги загнать мозги мелканье но как сказать это все было пишет вот на самом деле вся большая публика которая на орликин приходило невероятное количество народа то есть я не знаю каким образом распространялись билеты кто отвечал за то чтобы так сказать люди туда пришли но туда приходила изысканная публика просто изысканно туда приходили художники какие-то поэты какие-то политические деятели иностранцы руководители театров московских и так далее я не сказать не мог идентифицировать их но я просто понимал что это люди другого рода это не та публика которая покупает билеты ходит в театр нас показывают для каких-то там других целей для чего-то я не понимал что мелкань она ведет это к тому чтобы сделать профессиональным театр я понимал что он делает какую-то вещь которая но мне кажется что орликин это был первый такой спектакль который у него целиком удался он был цельный были какие-то успехи все время рассказывали о 20 минутах с ангелом который в щелоково делали где играл гаркалин допустим вспоминали альпийскую балладу где люба с виталием что-то делали еще какие-то вещи вспоминали но такого спектакля такого яркого с которым который можно было бы предъявить там миру скажем не было почему мелкань он занялся дель артом потому что он все время говорил о том что это один из способов там постижение театра что вахтангов не зря начинал свою школу формировать с дель арт я перечитал вообще все что можно было пересчитать театрной библиотеки про дель арт ни черта не понял про это до тех пор до тех пор пока в италии не увидел дель арты не понял что дель арты там греческие маски это все один и тот же принцип скажем просто кабуки там у японцев но это как вам сказать это такое искусство которое нужно просто вызубрить это как латынь его нужно знать но для того чтобы быть свободным просто это нужно попробовать пройти через себя как латынь театральная латынь это дель арт и кабуки там или еще что-то ты когда это изучаешь то после этого становишься свободным и начинаешь творить все время же говорят что вот люди приходят театр чтобы заниматься творчеством в театре мелканьон мы не могли заниматься творчеством потому что мы были маленькими сирами и бедными мы не понимали от чего длайн там господа бога в лице мелканьона на нас опустилась это было счастье нас допустили на сцену то есть вот он добился того что мы может быть это было как-то созвучно там первым студиям хотя с другой стороны я вспоминаю там ощущение ребят там студии табакова еще кого-то это скорее всего свойственно просто молодым людям вот так знакомиться с театром так входят в театр трудно себе представить студию где сидят там сорокалетние или 50-летние люди это уже не студии это что-то другое это может быть энтерприза там еще что но не знаю но по крайней мере для меня ворота в жизнь вход в жизнь были через ворота театральные я случайно туда попал вошел и пошел и вдруг по этой дороге поэтому туннелю на меня стало что-то цепляться то есть и вдруг мне стали аплодировать это был что-то новое для меня я не понимал я конечно по моему в шестом классе играла злоумышленника во дворце пионеров по пьесе чехова там никто не аплодировал я был страшным человеком я что-то было связано с гайками железной дорогой я был плохой а тут я был хороший и мне страшно нравилось петь песни которые мы с бушем делали они были красивые я пытался делать тексты но в основном использовали музыку павла конечно хотя я четко могу сказать например тему музыкальную это сделал на коня на коня вообще был музыкальным импровизатором очень хорошим но хорош на он хороший но вот как сказать но это было не его я вообще даже не понимал что его например если бы человек хотел получить какой-то результат и достаточно быстро и эта идея была он бы его реализовывал вот веем да ну что в этом вееме учти учить текст ищи какие-то ищи узлы какие-то наиболее яркие скажем язык какой-то другой чтобы чтобы выделиться ну как сейчас называют позиционирование нужно было в другое позиционирование с другим материалом но веем вообще не играется не читается не как мистер на такульский он молодец конечно но толку то от этого труда ненормального лично я хочу просто сказать я обалдела так можете представить человека который не читал веем могли бы другое французское имя мне назвать и сказать марк вот сейчас будет это но когда начался веем и мы начали читать стихи веем да я просто выпал в осадок это было так круто веем был крутой и мы так полюбили эти стихи что пьеса вееме было само собой разумеющийся это потом уже я понял что это неповоротливое действие что это невозможно сыграть там в куче вещей что мелкая но пришлось придумывать там мелкая новских голливуд с взлетающими крестами еще еще то есть использовать язык но который воспринимается зрителями и выяснилось что ну да какой-то образный ряд и музыкальный ряд но это же и есть веем как поэт но мне казалось что действия растянуты что ждать когда там один умрет другой родится это вообще ненормально я не понимал почему хотя все эти аккорды начинающие завершающие явил как это влияет на зрители говорят и ты попал под это влияние я могу сказать что это причина по которой оказался в этом театре это было веем гипнозу на всю жизнь а вот несколько слов там как пришла все-таки эта идея сыграть и и он и как он родился почему начал а вот орликин и и веем это было были заготовки мелконяна он хотел этого сам они у него были он хотел это ставить с рекомендовал ли его кто-то настоятельно вполне возможно может быть это рекомендовал ему рачей капланян мои попытки разобраться в том почему рачей капланян близок комедия дель арт и с какой стати комедия дель арты в мелконяне существует я не смог это сделать сергей андреевич говорил такую вещь что какое-то время разбирался бумагах папазяна был его секретарем вот что значит разбирался в бумагах папазяна так понимаю был некий архив в котором надо было что-то прочесть а сортировать разобраться может быть готовились какие-то книги в конце концов я видел одну книгу толстенную книгу самого папазяна но никогда не видел книги книг о папазяне может быть это книги которые написаны на армянском языке и в россии просто не переводились и не печатались но сергей андреевич говорил что вот основные знания которые он подчеркнул и основной какой-то вот вот сформировал свой путь именно благодаря папазяну а папазяна это был человек мира такой прям актер мира который играл одну и ту же роль отелло во всех мировых театрах то есть все самые крутые мировые театры если там шла отелло туда обязательно приглашали на главную роль папазяна и он хотя бы один раз играл там отелло ну крутой чувак но он был как раз учеником миланской школы консерватория на первом курсе они изучали но мне трудно сказать но я могу точно сказать что советском союзе в то время найти человека который прям четко и конкретно занимается комедией дель арты было невозможно и поэтому когда мне сказали слушай это сейчас быть заниматься комедией дель арта который никто не понимает вот никто этим не занимается ты сейчас будешь петь такие песни которые никто не поет тебе сейчас нужно сочинить там такой текст который никто еще никогда не сочинял но это все было соблазном и поэтому мы все это делали играли ну это было нашим всем нашим содержанием как дал к ним конечно был главным во всей этой истории доходное место почему доходное место как она рождалась также как и шут и вьет была заготовка или это пришло мне кажется тоже заготовка взятка или благодарности по моему так любил выражаться у него была какая-то личная месть вообще к определенным категориям и к чиновникам то есть ему важно было вот эту тему показать но почему-то хотел все спеть и станцевать вот это другая особенность не знаю почему при мне доходное место было сформулировано в каких-то самых общих чертах и не знаю не знаю там с десяток мизансцен каких-то пробных и так далее какие-то попытки музыкального оформления всего этого на все это было ну на уровне аттракциончиков то есть это да привлекало внимание это было интересно но я всегда устрадал от того что агент производил кучу аттракционов разного рода вот кучу блин но связать это воедино заставить вот ну как бы зрительский нерв вот прям где удерживать его на каком-то таком серьезном уровне мне казалось что это ему не удается не связки сцепки вот то что называется темпа ритмом и так далее хотя очень часто ругали тех кто исполнял роли вообще ну спектакли ведь и разбирались каждый раз после того как заканчивались мне все равно казалось что очень много не хватает то есть само не знаю это может связано с образованием самого на коне на еще счет то есть не все вещи читались так как делались на том языке который вот нужно делать вся три для того чтобы зрителя удерживать вот я приводил пример да когда света крылова с какой-то непонятной студии сделала 20 минут какое-то полотно там с более-менее логичным и оправданным зрелищем невозможно было оторваться потому что это было грамотно с точки зрения действия пенклонен мог конфликтовать с миром с собой и так далее вот сама эта форма то надо было сжать вот эти бесконечные репетиции так далее просто бесконечный для чего но не хватало просто его решение режиссерского не было точек то все время говоришь о . а его и и нету ну напиши прям на бумаге остановиться в этой сцене нужно вот так и только так это и через 15 секунд вот оттуда должен выйти человек они через двадцать и через пять тогда для этого существует режиссер сейчас понять это именно там еще чего-то и так далее мне кажется здесь он был небрежно он форму понимал чувствовал создавал аттракционы но с точки зрения вот цельности спектакли были очень неравноценны они чаще не удавались чем удавались вот на зрителя когда мы проходили в принципе я смотрю по вопросам то что мне миша накидал прошел все же самое то есть мне нет смысла повторять то что я уже услышал но на самом деле я начинался из-под были он начался тогда когда пришли более ли менее приличные музыканты ведь руководила оркестром нашим несколько людей даже игорь николаев руководил нашим артистом игоря николаева я пойму на сессии год спустя он тоже учился в институте культуры и я ему тоже рассказал эту историю про театр и притащил его и игорь руководил оркестром и это происходило месяцев 7 или 8 так что михаил чекалин был знаете ли вы такого я не знаете тоже руководил нашим артистом так далее но все эти люди как бы уже пользовались готовыми формами больше всего конечно привнес в аранжировки андрей минов вот когда андрей появился но странно конечно человек такой замедленные заторможенные у меня такое ощущение было что когда он касается гитары то и прям как звуки извлекаются они извлекаются правильно вот это не согласуется там с его руками никак и он начал спокойно приносить темы просто приносить темы и эти темы от одной темы к другой теме становились все красивее и красивее уже невозможно было на это не реагировать то есть франсуя франсуа вийон начался с точного мелодического ряда ряд попал потому что без этого мелодического ряда мелкая но было непонятно чего делать потому что павел натокольский про театр мало что слышал а рифмовал тоже вяло с каком так играть было собственно говоря нечего и только музыка дала вот шанс и возможность это сделать вот у меня такое ощущение были ли там вот если я могу точно сказать что какие-то темы дорабатывались в арлекине мелкая нам это сто процентов а с точки зрения основных мелодий в франсуа вийоне там него мелкая на него может быть мелкая потом уже в последующем когда не стало андрея там какие-то вещи доаранжировал и дописывал но я просто не не присутствовал при этом может быть уже в какой-то завершающей там стадии действительно было очень много музыки самого сергей андреевич но я присутствовал тогда на вийоне когда никакой музыки сергей а вейон был скажем так что касается была еще одна параллельная тема у мелканян очень много рассказывала о инге барве причем был такой роберт баблоян который написал кучу рассказов вообще мелканян продвигал там определенное количество там имен и это событий культурной жизни ну те которые нравятся но дело в том что они потом начинали нравиться нам я до сих пор читаю баблоян я до сих пор читаю уильямс раян какие такие вот я попытался прочесть рачья каплоняна не стал скажем так но это не о чем говорить рачья каплоняна для армянского театра это громадная фигура много людей новохижин говорят тоже ученик рачья каплоняна нет каким-то образом они были связаны в моей голове это было так можно эту связь конечно прервать но что-то там такое было чего хотел сказать хорошо начал ну да по поводу музыки музыки может быть и было было время когда после того как андрей ушел а я начал рассказывать про роберт баблояна и ингибарова может хотели делать спектакль про ингибарова а спектакль хотели делать тогда когда появился эдик я сидел смотрел на этого эдикой мы начали там придумывать какие-то вещи вот например андрей минаев папа попал с франсуа веном да а про ингибарова не попал он пытался кучу мелодий делать а нифига не прошло а были сумасшедшие вещи то есть вот способ от музыки пойти к драматическому действию вот в июне он удался и он мог стать и получиться в спектакле про ингибарова а вот я разучился играть на этой фигне просто уже пальцы не ходит но я могу может быть спеть одну песенку который было но очень классный есть далеко моря и горы но туда мы добились даром ся репетицией повтором на ковре чудес добьемся по канатам ходим бродим и под куполом летаем за нас зрителя мы вводим в нас поверить заставляем в то что можем все у нас свете лишь бы занавес наш взвился на любой вопрос ответим лишь бы занавес открылся по канатам ходим бродим и под куполом летаем за нас зрителя мы вводим в нас поверить заставляем вот такой рогешник был очень грант хороший да а потом была такая песенка до дом на колесах без крыши дом тыща вопросов живет в нем землю объедет дом на колесах к тыща прибавится тыща вопросов ночи и дни с ними время катится время всегда на надежду тратится к солнцу к мечте дом торопится очень зимою и летом днем и ночью куча материала музыкального это для ингибарова ну ну да мы делали много таких вещей просто они все погасли они были они были некоторые вещи были в вообще вот не коня разбудил нас попали туда люди нормальные они могли то есть мы вот к чести мелконяна он мог зажигать оставлять и ты тлел и горел вот это так и было может быть это вообще происходит вообще с молодыми людьми которые хотят заниматься искусством я не знаю но нас он точно подпалил идею было очень много разных и хотели бы делать очень много разного но мы уперлись просто в то что мы в какой-то определенный момент начали просто тупо заниматься одним и тем восстановлением спектаклей уходили одни люди приходили другие люди и мы занимались одним и тем восстанавливать наш репертуар не рос мы сами никуда не развивались нам осточертело это все вот так ты спрашивал у меня про папку корчагина это было очень смешно приготовьте смеяться дальше павла корчагина играл я ну короче пришел однажды мелконян сказал беда жить нам негде а мы были в это время во владимире а где мы жили в ярославле в гостинице центральный на берегу волги а в этой же гостинице номер в номер рядом со мной жил игорь тальков потому что мы делили сцену филармонии ярославской день играли мы а день выступала группа апрель с игорем тальковым и андреем мянцером и нас оттуда турнули ну типа сказали все денег нет надо куда-то ехать и каким образом то образом мелконян переплыл аккуратно во владимир мы поехали туда сыграли несколько спектаклей и только он приходит и говорит надо срочно сыграть политический спектакль если будет политический спектакль нам на два месяца в суд для гостиницу сделают и что вы думаете за двое суток на 1 час 20 минут было придумано сверх современное коммунистическое действие с группой совсем вообще это было настолько круто собрались все коммунисты города у них было какое-то совещание или еще что-то ну что-то какое-то событие было партийное и на этом партийном событии мы сыграли спектакль за час двадцать на час двадцать потом мы узнали что билеты были распространены на фабриках заводах города владимира и так далее мы сыграли еще пять раз за это нам дали гостиницу в суздале потрясающую гостиницу только что сданную мы жили в таких двухэтажных номерах внизу были гаражи можно было приезжать на машинах оставлять машину в гараже наверху было вот две комнатки с кухней вообще это был невероятный рай то есть павел корчагин это была плата такая лояльная плата но потому что откуда-то брались деньги просто и вот я не знаю насколько я знаю в истории орликина орликин не раз ходил на паперть но вот первое хождение на паперть это был павел корчагин удалось удалось потом я поражала ведь то что нас легализовали это была некая форма дискредитации нам запретили работать в крупных городах и миллионниках там и так далее в москве и мы ездили хрен знает где и никогда не забуду как мы попали в мордовию в корт темников это прям какая-то зона лагерей уже там конкретно мы про тогда не понимали куда нас везут и так далее просто мы ехали долго по степи 150 километров приехали в город афиши сергей чернышов своей женой сделал афишу франсуа вьюна и короля орликина почему шут на троне называть это потом стал называться шут на троне у нас назывался это король орликин сразу же в эпоху брежнева четкие ассоциации были почему иностранцы так любили ходить название уже приглашала шут на троне так вот мы приехали в этот город темников и пошли прогуляться пока там вещи еще что-то идем по городу видим такую картину висит наша афиша фонарь ночь метель стоит две бабки читают афишу одна другой говорит слышал амбросия французы приехали французы приехали а другая говорит отродясь говорит к нам французы не приезжали а тут приехали говорит ну и пошли мы французы дальше дошли мы до гостиницы где должны жить заходим изба здоровенная большая закроем заходим дверь без предбальника просто заходим в комнату а там 25 кроватей и девочки уже простынки прикручивают чтобы жить темников где был при этом мелконян не помню но по-моему в углу если все отделялись друг от друга простынями мелконяна отделили одеялами а потом начался пришел день когда нужно играть спектакль нас завтра значит 10 минут до начала спектакля в зале четыре человека сидит и вдруг выходит мелконяна говорит что делать спрашивает у нас мы спрашиваем в каком смысле что весь народ стоит там на площади никто не покупает билеты вот только четыре человека купили мы говорим может и дорого еще что-то короче мелконян побледнел посидел и сказал спектакль будем играть и всех людей которые стояли перед этим дыка впустили в зал они сели это было не самые крутые аплодисменты которые в жизни когда-либо слушал авторы второй крутой спектакль был в иен в рыбинске там где под ним них там поднимающаяся оркестровая яма была в здоровенный зал наверное на 2000 человек 2000 человек и была хорошая аппаратура который этот зал пробивала и там были народ ворал держала счастье я просто понял что вот мелконян не был камерным человеком и в его время чисто технически невозможно было сделать то что он хотел просто он ему требовались другие инструменты для работы но он был такой площадной а потом вот вот в парадокс ну вот на этом здоровенном в этом здоровенном зале я понял что мелконян умеет делать вещи для больших залов они для маленьких всегда страдал от маленьких помещений и вот красные ворота тоже он всегда там жаловался что здесь невозможно он всегда поэтому он говорит на арендовали тогда серпа молот потому что была большая сцена и целый год маленьком помещение ну очень интересно много всего так я даже не знаю что ты хотел бы сказать на камере чтобы осталось но как бы не было такого вопроса но я бы знаешь какую вещь хотел сказать что вот у меня в жизни не было другого человека похожего на мелконяна то есть в этой жизни меня больше никто не учил вот все то что случилось в те времена когда я был близок и вместе с ним я потом кстати очень много интересовался книгами по театру очень много интересовался там анализом всяким и так далее научился все таки разбираться там в пьесах научился понимать там режиссуру ну то есть это это был такой предмет разбора на всю оставшуюся жизнь но продукт заключался в том что научил совершенно другому то есть он научил доделывать все он был убедительным в том что можно все и что просто тебе нужно принять решение какое-то из честь это вот сделано это выработалась эта привычка вот то что мне удавалось в жизни там сделать добиться но мне кажется что вот это именно именно школа вот эта школа у меня никогда в жизни не было желания выступать на сцене очень долго хотел петь песни у меня было несколько обломов в жизни когда ну как например если бы я в то время взял и сделал я был я бы остался в шоу бизнесе но могу тебе пример привести на вот игорь николаев будете ржать он для меня не по не композитор популярной музыки потому что когда мы с ним жили даже вместе снимали как там квартира он офигительный композитор но крупных форм я все в жизнь прождал когда это будет музыка для кино для балетов там какие-то хоровые вещи или может быть даже оперы потому что в этом он действительно мастер его учил шнитке шнитке взял потому что он уже был готовым его нужно было только доделать и как из игоря николаева умеющего это получился вот такой я не знаю не могу его обсуждать и там и так далее это вну выбор его но талант невероятных другом скажем так точно также в те времена когда было кино вот вся эта тусня майк на уме был такой который писал написал песню ты дрянь в те времена было принято отвечать вот на на все хиты включая хиты цоя майка там всех писались какие-то песни том числе из было был ответ майку ты совсем почти пропащая дура тот кого ты любишь дико слаб вы как идиоты во время прогулок и это бросается всем в глаза ты когда чумело и льнешь и таешь думаешь что он средоточить сил ты ему себя конечно подаришь только этот мир не так уж сиф то есть были какие-то моменты забавники мне даже удалось и эти вещи сделать была студия магомаев игорь замараев был это когда минаев появился во временах года несколько моих вещей взяли захреначили во временах года закончилось это полным разгромом замараева студии муслима магомаева до всех вообще кто был завязан потому что раскрутили веревочку и поняли что тогда же была проблема нигде нельзя было ничего писать только на гдрз никаких там студии не было частных здесь было нереальное качество просто нереальное качество и все люди с которыми я записывал все на отрез оказались исполнять произведение с текстом просто на отрез мы тарак мы тогда делали вместе с михаилом чекалином то есть делал какие-то музыкальные вещи аранжировки я притаскивал тексты мне кажется что если бы мы начали тогда с ним и и раскрутились да потому что тем было море множество но михаил чекалин стал великим альяторик а я спустя по моему 7 или 8 лет полностью разучился играть на гитаре и перестал писать хотя до этого я писал каждый день это было как как хождение на работу мне нужно было 200 строк я считаю что нужно 200 строк и ежедневно писать я их описал ну опять это энергетика это что-то такое вот батарейку зарядили ну вот она выплескивалась ну можно так сказать да поэтому могу сказать что мне повезло я тебе могу сказать что благодаря тому что я знал мелкоденно и вот насытился этой атмосферой я для многих людей всю свою жизнь был человеком из другого мира они не понимали моей логики они не понимали почему я принимаю такое решение но такие решения скажем очень очень многих людей выучил просто то есть одно дело когда ты там сам что-то добиваешься у меня получилась такая парадоксальная история в жизни я был балбесом разгильдяем живущим вот во счастье театра арлекин то есть я остался арлекину до конца но я выучил хреновую тучу народу которые стали богатеями очень богатыми людьми просто здесь не мне повезло то есть я никого не отправил в театр никого не отправилась кино но все остальные они преуспели в таких профессиях которые кажется странно да ну например там в сельском хозяйстве есть пара людей которых это поставил на ноги у них там по 120 тысяч гектар и что-то серьезно короче вот такие вот странные вещи кто мог подумать что я например там пол жизни потрачен на строительство трех заводов мебели для ванных комнат и в конце концов закрою эту тему в этой стране там раз и навсегда она закрыта заводы стоят там национальная система там реализации этой продукции тоже существует сейчас я тоже занимаюсь какой-то херью это даже попытаться начать объяснять я все равно чувствую что большая часть того что я леплю сейчас это оттуда хотя в жизни приходилось и сталкиваться с людьми более там более яркими так но мне не захотелось ни от кого столько брать сколько мне захотелось взять у мелконят а мелконят тоже был нежадный человек но мне кажется в нем чиновник вот то от чего он убегал и творец постоянно съедали друг друг просто постоянно и в результате чтобы мы не говорили до невероятное количество талантливых людей вот ты прав когда говоришь если я тебя полюбил кто виноват я и виноват понимаешь но мелконят сделал так что невероятное количество людей полюбила театр невероятное количество людей вас желала двигаться самостоятельно с учетом вот этих вот всех нюансов но это факт он это сделал я был на каком-то юбилеи наверное пять назад вместе со мной я взял две семейных пары мои друзья так получилось что они захотели пойти на необычное зрелище я сидел на пятилетнем юбилее и внутри меня сидел критик гнусный злостный критик я критиковал а эти люди были счастливы если например меня прямо спросят вот вы любите сергей андреевич мой ответ я люблю сергей андреевич вы восхищаетесь сергей андреевич я восхищаюсь сергей андреевич вы бы хотели его увидеть каждый день хочу увидеть у каждый день он со мной это так вы можете что-нибудь сказать по поводу того как он устроил свою собственную жизнь нет почему она была такой вы можете ответить нет почему она так закончилась в раю там он собирался жить а не умирать но почему так вот что я могу сказать вы спросите у тех ребят которые все это устраивает они же эту партию сыграли я уверен что есть люди на которых мелкомян повлиял больше чем у меня и может быть эти зерна и семена которые в нем были которыми он делился там совершенно свободно они где-то в ком-то проросли гораздо больше я восхищен что большую часть людей из того самого первого призыва с которым я был но за исключением тех кто умер и за исключением марка фильмов все остались в театре или были близко близки к театру а я нет такая история